Игровой день в Олимбет чемпионате России Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 Начался в Красноярске на платином арене Сокол экзаменовал молодую, юную, да раннюю команду Челмет Изрядно обновленную, обновившуюся в межсезонье И уже, в принципе, давшую бой горняку ГМК и Норильску Да, проиграли челябинцы, но приехали с серьезным настроем взять первые очки Сокол хотел реабилитироваться перед болельщиками за поражение в предыдущей игре против Южного Урала И команды начали матч на встречных курсах Поопаснее атаковали хоккеисты из Красноярска Упустили несколько опасных моментов В том числе и вот тот Никонцева Но одна из контратак Челмета привела вот к такой курьезной шайбе Сначала Илья Румянцев отразил три броска в исполнении Кирилла Кадышева Как оказалось, эпизод был уже заигран Кадышев из-за ворот сделал пас на оброс Шайба в спину попала Румянцеву и срикошетила ворота Так Челмет повел со счетом 1-0 Но недолго, в общем-то, играла челябинская музыка Епишин отобрал шайбу в средней зоне Отдал на борт Смирнова Смирнов вернул Епишину на пятачок И Михаил клюшку подставил, переправил шайбу под щитками Галкипера Данила Машарова До поры до времени очень и очень здорово действовавшего в рамке Были моменты в первом периоде еще У ворот того же Илья Румянцева Но не сложилось ни для одной из команд Во втором периоде продолжился активный хоккей на встречных курсах Вратари без дела не находились Ну а первыми в этой 20 минутке отличились гости Хотя моменты возникали, как я уже сказал, у ворот обеих команд Удот протащил шайбу в чужую зону И кистевой бросок из круга вбрасывания Классный бросок удался Егору Горбунову Снял он паутинку с верхнего дальнего угла ворот Ильи Румянцева Челмет повел 2-1 Но все-таки в итоге Сокол взял свое во втором периоде Сначала реализовав лишнего Гол Фантом оформил Илья Скворцов После того, как было Продолжилась, да, скажем так, игра Илья начал праздновать И, суди, матч остановили Посмотрели эпизод Гол засчитали 2-2 Ну а третья шайба тоже удивительно красивая получилась Спеценко сначала допустил ошибку на синей линии Упустив шайбу в среднюю зону Затем сам ее вернул в зону соперника Поборолся там на борту Выиграл ту борьбу И запустил шайбу точнехонько над плечом Машарова 3-2 Сокол вышел вперед Так закончился второй период Хотя были моменты для изменения этого самого счета Ну и в третьем периоде тоже было все достаточно интересно Это мы смотрим эпизоды еще из второй 20 минутки Очень-очень насыщенные Ну а это уже третий период Челмет бросился отыгрываться И в одной из атак Защитник Сергей Косовец Подключился и так продавил Сергея Колесникова В противоборстве все-таки удалось ему поставить В этом эпизоде точку Косовец счет для своей команды сравнял И тем не менее последнее слово осталось за Соколом Челябинцы пытались Челябинцы старались Челябинцы хотели решить исход матча в свою пользу Еще в основное время Но не получилось Румянцев сегодня поработал, конечно, на славу Стал одним из, наверное, лучших игроков в составе Сокола Ну а лучшим, лучшим На мой взгляд, игроком сегодня был Кирилл Смирнов Который забросил победную шайбу И забросил победную шайбу Мы ее увидим Вот сейчас Дедов делает передачу из-за ворот Далее Полищук продолжает Подключается Смирнов И с неудобной руки переигрывает Машарова Этот момент случился При игре в формате 4 на 4 Сначала было численное преимущество у Сокола Затем удалился Юрий Кожухов И был еще вот этот момент Когда Сокол должен был снимать все вопросы относительно победителя Но Илья Кожухов Поразил каркас ворот Челябинцы пошли на штурм Заработали удаление В шестером против четверых Больше минуты играли Но Скорее Сокол был близок к тому, чтобы забросить пустые ворота Победа, так или иначе, Сокола 4-3 Красноярцы продолжают погоню за лидерами Но Ачелмет оставляет приятное впечатление Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова